Всем добрый день. Ну, как уже было сказано, тема моего выступления освящена порядку вашего поведения в случае угрозы совершения террористического акта, либо если вы оказались в эпицентре уже совершенного террористического акта. Ну, в общем, все так, давайте я вам озвучу про проблему терроризма. Если обратиться к научным работам, то основными причинами и усиления терроризма, ну, не только в нашей стране, а во всех странах, является распад единого государства, усиление сепаратизма и национализма, глубокий системный кризис, обусловленный объективными трудностями перехода к рынку и охватившейся сферы жизни общества, следствием чего является ухудшение социально-экономического положения населения, нарастание социальной напряженности в обществе. Следующей причиной является усиление борьбы за власть всевозможных политических партий и общественных объединений. Недостаточная работа в том числе и правоохранительных органов и социальных, государственных и общественных органов по защите прав граждан, в том числе и прав любезных и этнических меньшинств. Слабость демократических институтов, недоработанность антиэкстремистской правопримитительной практики, отсутствие надежного контроля за объездом выезда из России и сохраняющихся в настоящее время прозрачность ее границ. Нерешенность проблем мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев. Экскалация терроризма и политического насилия в обежных странах, что не может, в принципе, не влиять на ситуацию в России. Также одной из ключевых населения терроризма является деятельность зарубежных религиозных миссионеров, нацеленная на разжигание межконфессиональных противоречий. Рост тенденций к разрешению возникших противоречий и конфликтов силовыми способами. Если кому-то неинтересно, то я могу поменяться местами и вы будете продолжать, если меня тут и почитать, либо рассказывать свои мысли. То есть, если мне неинтересно так сделать, чтобы я просто не слышал вас. Дайте я сейчас прокомментирую вас. Прямо разницу, пожалуйста. Проявите уважение, будьте взрослыми людьми и послушайте, пожалуйста, человека, который на минуточку является подполковником. Единицы из вас смогут достичь такого же уровня. Я надеюсь, что я больше таких замечаний делать сегодня не буду. Здравствуйте, Галина. Сегодня утром, когда я готовился к вашему выступлению, у вас, в вашей аудитории не готовился. Я тоже прокомментирую. Вы помните одну простую вещь, что сейчас люди, которые стоят за церковистической организацией, люди, которые стоят за организацией церковных революций, люди очень грамотные, люди очень образованные и люди четко планируют все свои действия. Теперь следующая ситуация. Если вы оказались в толпе, сейчас эта ситуация как бы очень актуальна. Многие, не знаю, кто-то у нас участвовал в акции, которая была посвящена просмотру видеофильма, он вам не Димон. Ну, правильно сделать, чтобы смотреть. Есть у нас такой... Нет, но я потом объясню, почему и мои рекомендации не участвуют в этой... Активными участниками в чужой игре он-то постоял с рупором, кричал пару слов, а вы уже исполнители, вы уже бьете, ну, то есть вы уже совершаете какие-то противоправные действия, которые впоследствии могут быть калифицированы как головно-наказуемые деяния. На этом он не остановился, он опять у нас продолжает борьбу с коррупцией. Фильм, который называется «Он вам, видимо он», я его посмотрел, но, в принципе, еще после этого послушал выступление в Питере, по-моему, есть такой, не знаю, он ученый, либо преподаватель Питерского университета Николай Стайков. То есть вот он все эти происходящие события в стране, в мире и в общем, в общей геополитике он рассматривает, в принципе, с точки зрения логики, науки, математики. То есть вот, как сейчас, чего сейчас не хватает с западным странам, он рассматривает общую совокупность доказательств. У нас сейчас как принято, все, Астап виноват, это он сбомбил, атаковал химическим оружием. Доказательства уже не нужны. То есть все, ну я же авторитетная сторона, я же знаю, я знаю, что я знаю, правильно? Поэтому надо всех атаковать, и всех надо бить. Соответственно, что происходит? Навальный снял фильм, он вам видимо, где на первый взгляд, ну это как красиво, в картинках, со схемами, с фотографиями, провел расследование, и оказалось, что Дмитрий Анатольевич Недвенев у нас был, он был богатый человек. Думал. Да, все остальные, как бы, ну, даже близкого ряда с ним не стоят. То есть он наворовал, в кавычках там, наградил столько, что, ну, не знаю, если всем раздать, то всем хватит. Соответственно, и Навальный предложил 26 марта во всех крупных городах просто выйти с акцией протестов, ненасильственной, просто выйти и засветить свое отношение отрицательное к коррупции в стране, но при этом нужно сжать с собой уточки, ну, какие-то, мягкую игрушку, уточка, и, не помню, а, и красотки со шнуками. А почему красотки со шнуками? Потому что все расследовано, вся предыстория расследования коррупционной деятельности нашего премьер-министра началась с того, что хитрые журналисты напали на весь коррупционный след из-за того, что где-то Дмитрий Анатольевич через какие-то аффилировые знакомых друзей приобретал через интернет-кроссовки. То есть, вот с кроссовок все началось, и там, не знаю, такая схема всплыла, что организованные преступные группы, там, не знаю, синдикаты и сообщества просто отдыхают. Вот, соответственно, вышла молодежь, вышла молодежь. Но вы заметите, что по телевизору ничего не показывали. Потому что самое страшное для всех вот этих вот товарищей это забвение. Они же работают на что? На то, чтобы их везде показывали, рекламировали, в принципе. А здесь получилось как? По центральному клинику ничего не показывали вообще. Потом отрывки с интернета, все собирали, наверное, кто смотрел, кто не смотрел. Я лично видел только те моменты, которые снимали, видимо, проплаченные студенты, журналисты. То есть, именно те моменты, где полицейские кого-то несут, кого-то пытаются там задержать и так далее. Вот, и что получается? Было прямо очевидно и видно, что сотрудников полиции откровенно провоцируют. То есть, постоянные крики за камерой. Зачем вы меня бьете? Что вы делаете? А люди просто идут в толку, берут нежно под белые ручки людей и тихонечко несут. Не бьют никого, не применяют спецсредства и так далее. Но здесь специально обученные, я так понимаю, люди, провокаторы, пытались добиться насилия в отношении детей. Потому что в основном были дети. Помните, да? Или не смотрели? Там были граждане до 16 лет. По нашему действующему административному кодексу ответственность за право нарушения административное начинается в 16 лет, если не ошибаюсь. То есть, как бы не специалисты в административном кодексе, в 16 лет. Поэтому детям заранее объяснялось, что вы можете делать все, что угодно, а в принципе вас в соответствии с действующим административным кодексом не задержат и не привлекут административную ответственность. Кроме этого, Навальный обещал всем вам по 10 тысяч евро. Что, в принципе, и привело многих из вас на улице. Но он вам не до конца рассказал, что по 10 тысяч евро. 10 тысяч евро от государства вы могли бы получить, если бы с вами что-то случилось, если бы вас задержали, если бы потом кто-нибудь, может быть, когда-нибудь обратился в Европейский суд по правам человека, вы бы этот суд выиграли, потом претензию бы этот суд... Ну, вы понимаете, да, 10 тысяч евро до вас бы не дошли. Но многие услышали в это предложение 10 тысяч евро, это хорошие деньги. Многие пришли. Никто не понимает, для чего вас позвали вообще, нет? И для чего пропоцировали на активные действия сотрудников полиции? Не догадываетесь? Ну, кто спит, пускай спят вам же, они потом от вас услышат. Вы помните на Майдане, в Украине, как происходило, когда акции студентов уже сходило на нет, общественный резонанс уже прошел. Они на счет. То есть вот-вот уже все должно было закончиться, но получилось чего? Каким-то образом силовые структуры смогли... В общем, как-то с каким-то образом митингующие, ну, наверное, и сами, а специально обученные люди, смогли спровоцировать на жесткие действия сотрудников полиции. Получилось, что студентам, детям... Ну, вы же студенты, но для кого-то вы же дети, правильно? Папа с мамой. Папа с мамой за вас, в принципе, наверное, любому тоже сделать неприятно. Получается, публиция была спровоцирована, кому-то были причинены, не знаю, там, травмы, повреждения. После этого на Майдане вышли кто? Папа с мамой. И был уже новый лозунг, пущен вперед. Они же дети, правильно? То есть, в принципе, вот когда вы выходили 26 марта на безобидную прогулку, то вы должны понимать, что не вы управляли собой, либо толпой, а вами управляли люди, которые все дело спровоцировали. В принципе, все было считано, поставили схемы на то, что кому-то из вас что-то сделают, сломают, отшибут, отобьют, и после этого уже на площади после вас вышли бы уже взрослые люди. Под лозунгами борьбы с коррупцией и с требованием, наверно, наказать виновных, которые начинили вам всевозможные повреждения. Я еще хочу послушать. Ну, надеюсь, что... Ну, если кому-то интересно, и кто-то все-таки будет стремиться к тому, чтобы запасить себя своих близких, интернет большой, вы там можете найти всевозможные инструкции по поведению в случае совершения технического акта, либо в грозе совершения такого акта. Спасибо всем за внимание. Я так понимаю, что вопросы вы не успеете задать, потому что коллеги меня уже не даруют. Я, скажу вам так, я статистику не веду. В основном, эта акция была рассчитана... Вы не просто, мы не до конца не дослушали. Эта акция была рассчитана на то, чтобы увести детей, спровоцировать силовые структуры на жесткий разгон демонстрации, для чего уже было проще привлекать вот эту среду, то есть, чтобы вывести на площадь большое количество уже взрослых людей. Вы удовлетворены? Я вам тогда еще... А, еще вопрос. Еще, да. Вы же понимаете, почему государственные СМИ не освещали это событие? Потому что у нас есть правящая партия, которая предоставляет деньги этим государственным СМИ. Будут ли они освещать это? Нет. Потому что акция была направлена против члена этой партии. Вы закончили? Да, конечно. Вы тоже не внимательно слушали мое выступление. Почему? Самый лучший способ борьбы с таким вот поведением это полная изоляция, вакуум, да? Вы после фильма «Он вам и Димон» посмотрите, Навальный очень снял нервный фильм через неделю. Он очень возмущался, как же так? Почему его не показали посредством массовой информации? Он добивался того, что будет большой общественный резонанс, и все СМИ, начиная с наших, эту тему подхватят, а дальше ее уже будет легче раздуть. Поэтому наша спецслужба сделала очень хитрый вариант. Можно здесь рассматривать политический аспект «Единая Россия» и так далее, но здесь все-таки спецслужба сделала очень хорошо. Как с Синий Собчак. Не нравится тебе Россия, не нравится тебе наша устрица, нет тебя больше на экранах нигде. А для них, для публичных людей это все, это конец карьеры. То есть если на публику ты больше не выступаешь, тебе не день показывают, ты уже никому не интересен. Соответственно, если Навального не показали по телевизору, вы посмотрите второй фильм он снял, он так прямо скрушался, что его не показали по телевизору. Посадили. Что? Его не показали по телевизору, потому что его посадили в нашу суток, сразу после этого мероприятия. Что-то было на логистике, на хрометраже. Ну, в принципе, вы суть мою поняли, да? Вот для этого туда его и засунули, чтобы он больше не организовал этого мероприятия и не снимал такие фильмы. Вы считаете, нормально, что после этого в ваших школах во многих школах прошли лекции, направленные на то, что они не должны посещать какие-либо митинги и мероприятия глагогого рода? Это вообще законно проводить такие лекции с детьми? А вообще какое отношение к детьми? Это вопрос и терроризм. Зачем вы спрашиваете? Что ты знал? Вот смотрите, ситуация какая. Я тоже как-то анализировал для себя. Есть богатые люди, а есть, ну, скажем так, бедные люди. То есть, например, вот у меня нет миллиардов, возможности уехать за границу, там, например, хорошо существовать. У вас у многих процентов 90-х тоже такой возможности нет. Правильно? Почему? Как рассуждают те люди, у которых есть миллиарды? Я сегодня здесь, завтра я в Англии и мне, чтобы в России все равно. А я рассуждаю так, мне здесь жить, здесь мои дети. Я поэтому здесь корнями врос. Что же вы задали вопрос, то и уходите сразу. Какое же у вас про воспитание мы тут говорим, человек вам отвечает, а вы даже не можете дослушать. Вы не поняли, а вы просто... У вас так принято, что ли, с удовольствием уходить? Ну, видимо, это бомбардерной миссистоте принято. У нас в физическом миссистоте так не принято. Можно я сейчас немножечко вас подвожу? Если вы проспали половину, вам еще раз кратко объясню, что создание напряженности социальной и провоцирование вас на участие в каких-то мероприятиях может привлечь к тому, что будет проявление экстремизма, его крайнее проявление радикализма. Чтобы немножечко снять вашу напряженность, сразу так, как-то все очень резко и остро реагируете, как будто мы вас лично всех оскорбили. Я вам хочу показать очень добрые роли, которые показывают, что нужно жить всем в единой стране и в дружной стране. С одной партией, с одним царем. Мы одна целая семья, мы живем в России, нас кормит эта земля, наши дети тут растут, значит, это наша родина. Для любой семьи самым важным и дорогим являются не материальные блага, а именно отношения между их членами. Невозможно долго жить в семье, где ненавидят друг друга, где запрещают выходить из своей комнаты или выгоряют из дома, называя чужими, где нет семейных обедов, чайпитий, нет взаимопомощи и взаимопонимания, где не поздравляют друг друга с днем рождения и не радуются победам друг друга, где сильный унижает слабого. Наша страна является семьей с тысячелетней историей, и ее членами является множество народов, которые оставили свой след и свои достижения в нашей общей истории, вырастили своих героев, жертвовали своими сынами и дочерями воене Отечества. В ответ наша родина оказалась самой заботливой и бережливой, не смотря на тысячелетние испытания и потрясения, она смогла сохранить все, даже самые маленькие народы, что до сели не удавалось ни одной из великих империй. Праздны по национальности, по цвету кожи, и мы все равно граждане этой страны, и мы любим их. Теперь же, в век возможностей и достатка, мы вдруг слышим, что кто-то лишний в нашей семье, кто-то, кто прошел с нами сквозь многие века войн, трудностей, лишений и великих побед, что кто-то виновен в наших общих проблемах, что нам будет легче жить без них. Где-то мы уже такое видели. Не об этом не говорит нам Христос. Всякое царство в себе саму, в раздолье разделенное, обратится в пустыню. Так же город всякий или дом разделенный в себе саму не устоит. Не это ли разрушило в 1991 году СССР, разделив нашу большую семью на 15 частей? Не это ли мы видим сегодня в семье наших украинских братьев? Межнациональные отношения, как ядерные технологии, при правильном использовании дают колоссальный импульс для развития. Но при неправильном, подобно атомной бомбе, они способны снести целые империи с исторической арены. Межнациональная рознь и ксенофобия всегда были главным оружием политтехнологов, готовящих цветные революции по всему миру. В Коране сказано, о люди, мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и плечинами, чтобы вы лучше знали друг друга. Значит, свою роль надо любить и уважать, и делать все возможное, чтобы в этой стране не было безнациональных конфликтов. Единство заключено в многообразии. Целое всегда состоит из разных частей, как молекулы из атомов. Невозможно написать слово одинаковыми буквами. Мелодия состоит из разных нот, лест из разных растений. Россия подобна большой, яркой и прекрасной картине. Картине с палитрой из 193 цветов. В этой картине нет ни одного лишнего цвета. Каждый цвет – это наше богатство, наше наследие, подарок от Бога. Чтобы сделать свой вклад в укрепление России, каждый из нас должен начинать с уважения к окружающим, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности. Знать и ценить то, что нас объединяет – историю, культуру и русский язык. Жить по совести во благо Отечества. Я вкратце продолжу. Если считаете, что у нас вступление относилось политическую окраску, вы ошибаетесь. Это было просто вступление к вашим правилам поведения в толпе. То есть вы просто до конца его не дослушали. То есть мне товарищ Навальный, в принципе, я его знать не знал. Это просто был, не знаю, хороший, нет, хороший, нет. Просто он не пришел в полу, я его привел, поэтому притись к окраске у нас здесь никакой нет. То есть если вы оказались в толпе, постарайтесь не присоединяться к мемпингующим ради интереса. Сначала уточните, санкционерен митинг или нет. Если митинг не санкционерен, то вы рискуете быть привлеченным к определенному роду ответственности, либо уголовной, либо административной. И в то же время, если митинг не санкционерен, то силовые структуры, в принципе, как во всех странах это происходит, принимают определенного рода попытки к прекращению вас в данных предприятиях, иногда применяют физическую силу. Соответственно, вы ради попытки можете оказаться участникам несанкционированного митинга и получить какие-то недостовую к жизни. Что вы хотели? Вы сейчас пытаетесь продискутировать со мной на тему «знаю-не знаю». Как был Шелл Хонс, глава не для того, чтобы знать все, нужно просто знать, где посмотреть и где достать. Я не знаю про другие города, были санкционированы, не были санкционированы. Есть закон, если ты хочешь это выставить, ты идешь, я так понимаю, с пакетом документов в администрацию, администрация либо санкционирует, либо нет. А законы незаконны, это решает судья и суд, правильно? То есть я, со своей точки зрения, не могу квалифицировать законно-незаконно. Позвольте, я закончу. Во время массового беспорядка постарайтесь не попасть в толпу как участников, так и зрителей, потому что вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. Если вы оказались в заложниках, ваше поведение, если вы оказались в самолете, который у нас хотели террористы, если вы стали невольным участником перестрелки, я так думаю, что наша встреча... Да, я уже всю информацию руководству передал, будет возможность, желание, посмотрите у вас в интернете. Но планируется, что мы полчаса проведем, а, кажется, нам уже не хватило времени. Сейчас будем критировать. Просто я не профессиональный преподаватель, поэтому тут некоторая нервозность.